МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отважный капитан, он не видел океан, но всегда вот был в тельняшке и ян. Он лицензию купил, с ней экскурсии водил. Повезло, что никого не утопил. Да. Капитан, капитан! Улыбнитесь. Ну, хоть как-то, хоть улыбкой, успокойте народ. Капитан, капитан! Развернитесь. Вы другому кораблю идете в борт. Вот точно такая ситуация произошла на фонтанке в Питере. Фонтанка – это не средство массовой информации, это в данном случае речка, когда один корабль другому в борт. Фонтанка не такая широкая река, а можно себе представить, как это было. К счастью, никто не пострадал. Да, один из корабликов назывался Пурга, что, в общем, правильно в этой ситуации. И выяснилось, что один из капитанов был в том состоянии, в котором нельзя никуда. Ни за тот руль, ни за штурвал вообще. Лучше никуда. Вот о том, как дела обстоят у нас на водах, как там должно быть и как есть на самом деле в преддверии больших трех выходных, когда возможно все, мы через 20 секунд поговорим с человеком, который в этом все понимает. А пока планы. На ближайший час. Интервью с начальником Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу Александром Радько. Александр Викторович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. У нас есть несколько вопросов по ситуации. Вот на что нужно обратить внимание в первую очередь, когда вы с суши, так сказать, переходите на то ли арендованные, то ли вы в составе большой группы на кораблик садите. Ну не обнюхивать же каждого капитана. Ну да, это тяжело, потому что он сидит в рубке, в отдельной, там зайти к нему невозможно. Или можно, но никто же его туда не пустит. Но надо обратить первое. Давайте начнем с внешнего вида этого корабля, правильно? Он ухоженный, он чистый. Палубная команда, матросик тоже такой весь чистенький, в белой рубашке, там ли допустим. Нет, вообще нет. Может быть, ну обычно. Но я говорю, чтобы видно было, что уже по внешнему виду, что за этим кораблем следят. Раз. Сейчас можно потребовать у него лицензию на право перевоза. Как часто вот люди, которые садятся на кораблик, требуют лицензию и обращают на это внимание? Да нет, конечно. Но никто не требует, и реально никто не требует. А должны, вот мы, так сказать, садимся на кораблик, должны нам выдать не пледы по сегодняшней питерской погоде, а там спасательные жилеты в обязательном порядке? Есть какие-то правила на этот счет? Или если с детьми садятся люди, как-то особо их обязать? Детей надо обязательно оберегать, одевать спасательные жилеты, потому что это такие создания, которые вертятся, как там эти, и могут выпасть за это. Взрослые только при усилении ветра, при штормовой погоде, они живают на себя. На этих судах предусмотрено наличие жилетов, они находятся у них под сидениями, или там, где команда их располагает. И при усилении ветра, и ухудшении погоды, они выдают эти спасательные жилеты, и пассажиры одевают. Нахождение в спасательных жилетах во время этой прогулки, оно не обязательно. Не обязательно. А скажите, вы, не вы, а кто должен проверять, или это вы должны проверять? Как часто это делаете? Потому что такое впечатление, что вот правила существуют, но они существуют отдельно от реальности. Периодичность проверки. Первое. Перед навигацией судно проверяется полностью регистром на исправность аттестации капитана, его документы, оборудование. То есть ржавая король-то не выйдет в службу пассажира? Нет, не должно. Не должно? Не должно. Хорошая поправка. Я вам скажу так, не должно выйти. А вы совершаете рейды? Знаете, как вот сотрудники ДПС дать? А так остановили документы проверить? Точно так. И дыхнул в трубочку. Да. Да? А как часто они происходят? Значит, допустим, вот два раза в неделю ко мне обращаются сотрудники прокуратуры, мы сажаем их на наши катера геймсовские и совместно с ними проверяем все вот эти СЗ-шные корабли, хотя они даже к нам отношения никого не имеют. Вот два судна сейчас столкнулись, да, хотя касание было легкое, ничего, и один из этих капитанов оказался пьяный. И что в результате? Два года лишения, так сказать, удостоверения на право правления? И все. И то через суд. И все. И все. А это нормально? Это ненормально совершенно. Вот я сейчас через наших депутатов, санкт-петербургских, хотя это постановление должно быть, правительство Российской Федерации, хочу добиться того, чтобы ужесточили штрафы за пьянку на воде, за езду на гидроциклах и дочек этих самокумномерных судах без удостоверения на право правления. Ну, сами понимаете, что этот путь очень... Долгий. Долгий. Ну, вообще, мне показалось, что странно, потому что первая мысль, это все-таки вон из профессии, да, если ты пьяным, повез людей касаться, кататься и там... И коснуться. Да, и коснуться. Коснуться-то ладно, но мы начали с того, что, слава Богу, обошлось без жертв. Не всегда так бывает. Нам такое ощущение, что нужно... Мы по факту почему-то какие-то законы начинают принимать, мы не можем предварительно догадаться, что может случиться как будто. Это странно. К сожалению, да, как по русской поговорке, да, там... Ну, пока, да, не перекрестится. Не перекрестится. Хотелось бы перекреститься в этом смысле, потому что, ну, два года без прав, дальше попил, пока не катаясь, потом продолжил, соответственно. Всякое бывает, может быть, это единичный случай, если нас бес попутал, но, в принципе, мне кажется, что система организована вот в этом смысле не очень правильно. А ваша система, мы поняли, организована, и, в общем, бдите, пожалуйста, а то нам как-то волнительно стало. А кататься-то хочется. Ну, благо погода плохая, поэтому... Да, поэтому пока мы терпим, а вы проверьте всех еще раз. Александр Радько, начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу. Ну, в общем, часть нас успокоил. Контроль есть.